Добрый вечер, друзья. Горизон на связи. Сегодня у нас, если считать, две огромные темы. 67-й вебинар. Второй год. Мы с вами вместе. Пропускаем тему. У вас в Сибири просто рай. Об этом стоит поговорить, но потом. А вот эта фраза, она стала крылатой благодаря Курдюмову. Удалось его удивить, когда он приехал к нам. Так, теперь, что мы выходцы с Украины, ни о какой политике. Я просто хотел сказать, что самые успешные садоводы, как ни спросишь, сомнение, что бабушка, дедушка или прабабушка обязательно с Украины. Про успешные. Вот. И естественно, что, как садоводство, этот бюджет для меня означает, что наши предки с Украины. Так, а теперь, гражданин Макар. Вот. А теперь, Алексей Иванович, пожалуйста, признайтесь, ваши предки не оттуда. Я потом узнаю. Уверен. Почему? Потому что я считаю вас человеком необычным, неординарным. Потом окажется к концу разговора о вас. А мы долго будем говорить. Вот. Что мы с вами, ну, как братья. Потом поймете, о чем и речь пойдет. И так, значит, вот это письмо вашей жены. Добрый вечер. Это очень интересный разговор будет. Почему? Потому что если Алексей Иванович это может сделать, причем сделать нормально и на, можно сказать, на подмосковной земле, то это может, в принципе, сделать любой из, практически любой из вас, кто смотрит сейчас на эту передачу. И так, урожай 19-го года. Частично я вам покажу его. У него родились Амур, Курдюма, Брыжий, Артем, Монастерский, Лимонный. Так, внук Максим, покажу его. Хозяин сада Алексей. Урожай винограда отличный. Смотреть на фотографии лучше без варидового нельзя. Сорта Виктор, Виктория, Чарль, Элегант, Шуня, Красотка, Халисто и другие. На фото есть персики, еще не спелые. Мы увидим спелые, но из прежних фотографий. Мы дружим уже несколько лет с Алексеем Ивановичем. Так, спасибо за поддержку. Это мне. Спасибо за поддержку, за оптимизм. Сделяйте надежду. Дайте уверенность завтрашним днем. Алексей хочет пропагандировать ваше учение. Поэтому просим вас ты выставить нам счет на покупку ваших книг. Количество 10 штук, 20 брошюр, пересылка. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Так, значит, выслал не 20, а 40. 20 подарил. А вот, значит, Алексей Иванович, человек особый. Он сказал, я их все продам по себе стоимости. Ни копейки не заработаю. Он будет участвовать в какой-то конференции и хочет пропагандировать. Спасибо ему за это. Ну, пересылку я сам за свой счет пересылал. А теперь ближе к делу. Что он честный человек, я уже несколько лет дружбы убедился, во-первых. Вот, и вот выбрал я эту фотографию. Почему? Вот, первая птица, даже у меня, персики. Потом мне отсмотрел листы, это абрикосовый. И тогда я что сказал себе? Алексей Иванович, если бы очень захотел, он бы выдавал их за персики и драл двойную цену за саженца. Алексей Иванович, начинающий питомника, вот, чем я его и поздравляю. Ну, шишек он заработает. Вот. Ну, для нас с ним, почему я написал честный, честность это главный козырь, честность это наша валюта. Вот, почему, поймете потом. Я вам покажу, мы пройдемся по одному-двум питомникам, и вы увидите хитрость пополам с подлостью. А вот, вот такие Алексея Ивановича нам нужны. Их нужно несколько сотен, а лучше несколько тысяч. Тогда у нас появятся сады. Вот его внук, как я понимаю. Сад как сад. Попробуйте мне сказать, что они чем-то хуже южных. Понимаете, он меня чем удивил, Алексей Иванович? Да тем, что я никогда не занимался, я не выросил ни одного кустика винограда. Вот, меня вбили, меня, вы представляете, кто-то революционером считает. А я трусливая, это самое, человечечка, которому сказали, никогда в Сибири не будут расти такие южные вещи, как виноград. Да, можно укрыть, можно спасти от мороза, но солнца не хватит, лета не хватит, а только кислятин. Я и не пробовал. Ну, кто из нас круче? Вот так вот. Теперь, продолжаем. Кое-что я взял из литературы, о нем печатали, кое-что взял из видеофирмы, о нем рассказал. Вот скажите, вот этот арбуз, да, в средней полосе. Это тоже, я считаю, что, вот, допустим, я такой не выращу. Мне уже сейчас надо это подавать в отставку. Вот, сказать, Алексей Иванович, давай, берите за вебинары. Вот, единственное, что плохо у него со связью в деревне. Поэтому я сейчас как бы из-за себя, из-за него. Так, теперь, смотрим дальше. Абрикосовое царство. Вот, из всего, что мы будем выборочно. Две газетные полосы, кое-что я прифотографировал. Так, теперь, значит, буду выбирать то, что в нас интересно. Смотрите, самый крупный абрикос у него был 8,6 грамм. Вы представляете, что это такое, 8,6 грамм, нет? Все яблоко средних размеров. Это вообще, это феномен. Так, ну, я где-то в душе надеюсь, что это мой абрикос. От меня пошел вот этот, что 8,6 грамм. Вот, хотя не обязательно. Так, теперь, ну, вот уже пошли абрикосы. Так, а я... Теперь смотрим сюда, где он живет. Деревня Скрипарова, Малоярославецкого района. Малоярославецкого района. Вот. По-моему, Калуга, да, Калужская область. Так вот, почему я... Помните, на прошлом вебинаре мне не удалось там по тегитским причинам с ним вас познакомить. Но там был один момент такой. Он... Письмо его, я его еще раз покажу ниже. Но смысл такой. Вот, пока мой круг, мои возможности, это те, кто сядет в автомобиль, приедет. За 10 кг, за 100, может, за 200. Ну, созвонится, приедет. Пока технически это для него. Вот. Компьютер, интернет, это когда-то впереди. Вот забуреет, забронзовеет. Вот она. Ну, вот его видеофильм. Вот его персики. Вот. Ну, там где-то промелькнет, что персики за 200 грамм. Ну, вот, видимо, это из этой серии. Так, 19-й год. Свеженькая. О, я только сейчас обратил внимание. Я-то старые фотографии видел, это 19-й год. Это вот, несколько месяцев назад он уже персики ел. Чего я вам желаю. Красота? Красота. Мне задавали вопрос. Петроценко, по-моему, Павел Николаевич, о том, что это ваш персик или нет. Где-то написано, по-моему, и мои есть, и не мои есть. Но это чуть ниже, поищем. Так. Полюбовались. Теперь смотрим. Груши. То ли это чистая груша, то ли груши на яблоне. Посмотрим позже. Но то, что сладкие, можете не сомневаться. Это раз. Груши на дерево, на яблоне. Это, я о нем уже рассказывал немножко. Это в прежних вебинарах. Эту фотографию, или похожую, я показывал. Это дерево-сад. Ну, а что? Он тоже не из всех, кого гектары. Это значит, что... У него настоящий этот... Сад и возможность испытывать деревья, руки золотые. Дальше. Ну, это вообще без этого, как называется, без комментариев. Вот. Питомник. Ну, в общем, есть чем уже поделиться. Вот. Приезжайте к нему. Его панно, как я понимаю. Это то, что он у него должен смотреть своими руками. Сравните с теми панно, которые на сотнях сайтов. Ой-ой-ой. Вы присутствуете при удивительном явлении. Настоящие фотографии. Настоящие плоды. Настоящий сад. Настоящий садовод. Вот. Не сытали. И куча лапши. Есть лапши, нет. Ни одной лапшинки. Здорово. Истинный виноград. Это вы прочтете сами. Это вы прочтете сами. Видите? Самая крупная ягода. 21 грамм. Это вы представляете, что это такое. Вот вам и юг. 22 грамма. Вот вам и юг отдыхает. Скажем так. Прочтете подробнее сами. Иначе я никогда не закончу вебинар. Сегодня столько интересов, столько тем. Так. Так. Это снова про... Про залог. Про все. В общем. Из южных культур одновременно с виноградом стал выращивать абрикосы, а потом персики. Теплолюбивым культурам нужно помогать. Крупноплодным персику целый домик строил. Потом стал утеплять. Меньше-меньше. Этой зимой только лапнику ложил внизу. И то больше от мышей. Ну, представляете? А они живы. Хотя, заметил, что корни персика мыши едят меньше всего. Любят грушу, абрикос и брезг дьявлони. Потом слива. Осень страдает от грозунов. Большие потери абрикосов, груш. Даже из-за думки пробовать привить их на корни персика. Ну, тут, конечно, догадаться. Самый нежный, самый неврастокий персик. Но его прививать, чтобы мыши не съели. А мороз? Мы тут чуть ниже будем говорить про одного нашего южного друга. Так у него в 2012 году было на Кавказе минус 30. От вашего персика не останется, как от подвоя даже следа. Так. Ну, дело ваше, дело ваше. Хоть человек самостоятельный. Где-то ученик, но настолько самостоятельный, что если даже меня не было на этой планете, у него все равно был бы прекрасный сад. персикафикация Калужской земли. Ну, это понятно, это назвать, можно сказать, крылатые выражения от журналистов. Так. Теперь это вы все прочтете. Но тут есть такой момент, он нас всех касается. Я все-таки не буду пролистывать, остановлюсь. Потом возвращаются заморозки, пророснувшие почки, могут погибнуть. В данном случае речь идет уже об абрикосах. Он считает, что на самом расстойке из культур, из косточковых. Хотя странно звучит, да? Казалось бы, должна быть самая нежная, но мы тут с ним придерживаемся того же мнения. Мы их больше губим, а не даем им расти, калечим. Потом удивляются, что это они это погибли-то, да? Я же почву проморажив... А он пишет, я почву проморажив, чтобы он прорвелся позже. Даже иногда, пока земля не оттаяла, сено подкидывает, чтобы создать эффект холодильника. Таким образом, он зацветает на неделю, на две позже, когда опасность миновала. Но это касается абрикосов, корня собственных из косточки. Вот. Ну, теперь так. Это вопрос спорный, мы к нему еще вернемся. То есть мы, что-то делая одно, мы теряем другое, рискуем другим, не делая, получается. В общем, плюс на минус. Ну, его мнение вы знаете. Я его не собираюсь ни отвергать, ни это, не спорить с ним. Формировать его нужно, видимо, по персике речь. Сейчас уже не вспомню. Или про абрикос. Наверное, про персик. Вот. Не обязательно санитарная обрезка, сухие, обломающие речки. Слава Богу. А то, если бы я написал каждый год, я бы тут же с ним расстался навсегда. Это привычка больная. Персик и абрикосы каждый учить и обрезать каждый год. Так. Крупноплодный персик, возле которого мы стоим с отверстия челюсти, выращен как раз из косточки. Вы улавливаете, нет? Из косточки. Выражая обсыпной. Килограмм 20, на дедельтантский взгляд. Ну, 20, это три ведра где-то. Прошлые годы его плоды доходили до 282 грамма. Но это уже... Ну, это уже наглость. Алексей Иванович, вы чё? В институте-то чё тогда делают? Нынче чуть мягче изобильного урожая. Можно было разгрузить прогибающие ветки с подпорками. Но для нашего мечеринца важна каждая костика для новых сеянцев, которые будут успевать, как этот. Тут не только поэтому. Я добавлю от себя. Всё-таки это учёба. Разгружать это значит или маленькие плодики от ламы, или там через воды, допустим, цветочки. Цветочков бывает тысячи даже на небольшом дереве. Она как белое облако. Вот. Я считаю, нельзя этого делать ещё потому, что каждый... Даже цветочек, когда отрываешь, даже когда цветочек, когда он ботобранка, и даже не разглядишь. Нет. Во-первых, отрываем уже десятки, сотни. А в сумме это сильно искалеченное дерево. Да и нельзя нарушать эту самую так называемую... Процессы... Как её назвать-то? Ну, в общем, тот самый период, когда дерево... Оно знает, что оно делает. Оно, даже если большой урожай, и оно кажется ему, что оно собирается погибнуть, два варианта. Разгрузит, как здесь написано, то, чего не делает, Алексей Иванович. Или не трогает. Я предпочитаю не трогать. Так. Вот, да я дождался... Вот на моей улице праздник. Плодами нагружен под завязку и персик Хасанский, зимостойкий. Его вспоминал Юрий Васильевич. Этот персик, потому что он у нас с запада. Он такие же точно продавал и таким же точно занимался агротехникой. Он не зря. Мой Хасанский называется Хасанский. То есть он опять оттуда. Так вот, значит, вот тоже им очень гордится этим персиком. Вот. У него такие же были. И когда он занимался, я тут достал через другого человека. Но все равно от всех краев. Так вот, они мелкие. Вот так персик. Вкус мелких полу очень яркий. Одновременно кисло, сладкий, много сока. Вот. Я так считаю. Когда у нас не было Мерседеса у вас, ездили на Жигулях, ездили. Вот давайте это. Но, учитывая, что страна огромная, а садов просветающих мало, даже Хасанский персик, это уже Мерседес. А если вот тот, который 282 грамма, который откуда-то из других краев он достал, это уже Лексус. Или уже этот самый. Там еще круче. Поэтому будем считать, что на речи не о мелких или крупных, завидовать, или там пренебрежительным рукой махать. Любой персик, это сенсация в масштабах страны. Ну и потом, сами знаете, Хасанские самые морозостойкие. Из всех персиков планеты. Вот это имейте в виду. Так. Что тут еще? Ну, тут мне знакомые попадаются названия, наверное, от меня пошла. Да. И вот еще очень важный момент. На терносливе привиты абрикосы. Луганский черный, Серафим, Амур, Алыча принцесса. Вот. И так далее. Вот. Значит, Мы про это будем говорить еще. Ну, может, я забегаю вперед. Вот у него хорошо, что на терносливе. У него есть возможность раскидать по времени, время созревания. Чтоб одновременно не попадали. Уже на терносливе, А также на терне, на сливе, на алыче. Будет уже другие влияния подвойни. Хотя бы, Распорить аббасолик, Хотя бы разброс по времени созревания будет разный. Значит, Никогда все одновременно под сам образок не попадут. Сам образок 2-3 дня, знаете. А то и один. Дальше. Вот это все очень ценное. Вещи мы прочитали. А вот. Телефон катакный. Вот. Это пожалуйста. Звоните. Он скажет. Милости просим. Приезжайте за саленсами. Тут, правда, есть одна ошибка. Это опечатка. Не Алексей Марков. А Алексей Макаров. Вот. Открыт для звонков встречи. Дальше. Ну, Я когда увидел вот эти курей, да, увидел трактор. Трактор самодельный. Видите? Еще. Вот. Вот с этого момента я сказал себе. Мы одной крови. Почему? Потому что у меня были трактор Т-40. Я сам пахал между рядами. У меня были коры 15 штук. У меня были два бычка. Все это я проходил. Ну, подумаешь, там кому-то это не понравилось. Вот. И кто-то это все уничтожил. Но это ладно. Мы это проходили. Идем дальше. Но главное, что когда я все это увидел, я сказал себе. Мы с Макаром одной крови. Вот. А это значит, что мы всю жизнь остались. Чтобы поддерживать друг друга и помогать друг другу. В данном случае я его помогаю раскрутиться. В прямом смысле. Вот. Одному из немногих, кто добился такого успеха, что вы видели. Теперь. Вот это еще. Я говорю. Надо же. Как ты ее называешь? Он говорит. Ну, вообще вы видите сами. Он, по-моему, назвал солнечной батареей. Или солнечным. Как же он ее назвал-то? Вот. Ну, как сами понимаете. Внутри трубы вода. Солнце нагревает. Потом перекачивается в бочку. Бочка утеплена. То ли ватниками старыми, то ли чем. И у него вода теплая целый день. Чуть и не горячая. Вечер. Еще и ночь. И это в деревне. Вот вам, пожалуйста, цивилизация наступает. Вот это благодаря его мозгам. Ну, и пожалуйста, я так понимаю, это он моет виноград с этой же самой. Солнечная батарея, так ее назовем. Хотя это можно назвать теплицей. Но, учитывая результат, это солнечная батарея. Это наверняка он своих журналистов, корреспондентов угощает. Вот. Теперь еще раз. Второй раз подряд. Вот его адрес, пожалуйста. Вот его телефон. Связывайтесь. Так. Вот так вот получилось. Теперь, значит, мы пойдем дальше. Сейчас я глотну. Я свое обещание выполнил. Вот. Вот. Солнечная батарея. Вот. 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 Солнечная батарея.